Смотрите, сорвала свеколку. Я помыла ее немножко. Здесь я дома буду мыть. Это на свекольник. И смотрите, что еще накопали. Картошечки немножко. Не сильно крупная, раковастая, но еще и не выросла. Но она и не скороспелка. Еще нарвала на борщ. Это вот борщ будет у меня. Свекольник, короче. Свекольник. Всем приветики. Цветочки. Лианы. Блин, заколебали. Короче, что купила там? Ой, блин. Даже не знаю, как поставить. Везде эти трава. И в тенек, и в теньке хочу, потому что на солнце жарко. Короче, картошку-то и не собирались мы копать. Но. Но. Зашли в магнит. Картошка. 86,99. И сказала, я не буду такую картошку покупать. Охренеть. 90, 100 рублей килограмм картошки. Это ведро получается, что, тысяча рублей? Что, совсем, что ли? А мешок один, мешок пять тысяч? Охренеть. Я бы покруче выразилась. Ну, вы тут меня сильно ругаете, что я тут матюкаюсь. Короче. Ну, в общем, я не готова покупать по такой цене картошку. Заехали в Марию. Там три картошины. Смотрю, цена 77. Но три картошины. И уже какие-то уродские там лежали. Я их брать не стала. Заехали в пятерку. Вчера, говорит, все съели, все купили. То есть тоже картошки нет. Почем? Она сказала, у меня данных нет. Потому что картошки нет. И ничего сказать не могу. Бля, это муха. Смотрите. Цветочки тут висют. Висют. Я тут в этих, в алианах все. Вот. Ну, и что? А борщок-то надо? Я замочила уже. Это там косточки говяжьи. Думаю, ну, борщ сварить на завтра мне надо. Сегодня это самое. Ну, и что? Приехали. Я свеколку вырвала на борщок. Ботва. Эти. Свекольник будет. Ну, надо картошки хотя бы. Ну, суп любой. Хоть как картошки чуть-чуть надо. Вот, девчата, вот говорили, да, зачем картошку? Вот и зачем. Я понимаю, что она потом будет дешевая. Это вот первая картошка молодая, да, она вот дорогая такая. Вот. Но я все равно не готова по такой цене покупать, девчата. Поэтому. Ну, поэтому вот накопали. Вот так вот. Поэтому птички поют хорошо. Сейчас еще нарву этого. Лука, укропчику. Ой, там где-то эти подвешивает. Ой, подпорки ставит. Галина краснеет уже. Видите, красота какая. Ого. Где-то мой там идет, покряхтывает. Здравствуйте. Так. Так. Заросли. У меня тут заросли. А, вон, показалось это. Думаю, где-то там помидорина была. Думаю, куда-то пропало. Нет, есть. Ирга. Ну, иргу я рвать больше не буду. Так, поесть только все. Чуть-чуть посушила. Компот сварила. Ничего мне не понравилось. Короче. Нравился. Ничего мне не понравилось. Поэтому я решила, что так, в свежем виде покушать. Там заморозила немножко. Ну, чуть-чуть компот добавлять. Полезная вроде как бы ягода. Ну, добавим. Поэтому как-то так. Так. Знаете что, сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Сейчас я вам покажу. Офигеете. Красота. Смотрите. Та-дам. Ой. Не очень красиво на солнце смотрится. Сейчас. Вот, смотрите. Вот я тенек создала. Тенек. Да. Видите, какая. Солнце убираю. Не видно. Видите. Какая красивая. Розочка. И вот она же внизу. И вот она же внизу. Так. И вот еще будет розочка распускаться. Вот. Красивая. Так что. Ну, что. Нормальная. Красивая роза. Ну, отсвечивает немножко. Там внутри она как бы желтенькая. Видите. А здесь такая как оранжевая. Ну, красивая. Ну, не сильно крупная. Не сильно крупная. Вот. Ну. Какая есть. Ну, может подобрять. Будет получше. Смотрите. Заросли тыквы какие. Там тыква. Вот тут вот чуть-чуть. Три лунки кабачков. А там тыква. Вот это да. Она у меня расползлась. В том году она у меня не такая была. Конечно. Конечно, она в том году была не такая. Смотрите. Видно вам? Нет тыквы? Ой. Вон там он. Видите, лежат. Ой, не знаю. Видно вам? Нет? Ну, вон, короче. Вон там он тоже. Ой, не знаю. Видно вам? Короче, нет. Мне самой ни черта не видно в этом. В экране. Так что так. Так что так. Подпорочки мой поставил. Под эти. Под яблоки. Вот та яблоня. Вот эта вот. Вот эта вот. Видите, у нее прям очень много этого. Немой там он подпорки ставил. Чтобы яблони, как бы сказать, не обломилось ничего. Чтоб ничего не обломилось. Вот так вот. А я тут вся такая красивая хожу. Вся красивая, счастливая. Вот мне там написал. Язвите. Да я язва по жизни. Я пожизненная язва. Люблю поязвить. Ой, в тенечек встану. Как хорошо в тенечке-то, а? В тенечке хорошо. Стою на розочку смотрю. Красота такая. Ну, красивенькая розочка. Может быть, место я не совсем удачное выбрала. Ну, пусть уже теперь растут где растут. Может, в дальнейшем потом куда-нибудь пересажу или размножу. Поставила там на размножение. Нифига у меня не получилось. Нифига. Поэтому как-то так. Все. Сейчас еще луку нарву, укропу. Пойдем домой борщ варить. И вареники. Тот написал вареники с этой. Вкусные с... Как ее назвать? Сейчас я стану здесь тенечек. Вареники вкусные с этого. Сырги. Чай будешь? Ага. Завари, пожалуйста. Это самое. Поэтому... Ой. Сейчас возьму получше. Вот так вот. Поэтому, чтобы меня получше было видно. Ну, я тут грязная в этой, короче. В дачной. В удачной дачной. Ну, что ты, золотка. Прячься. Короче. Чего говорила, забыла уже. Да ну и фиг с ним. Потом вспомню, скажу. Вот. Что-то вы знаете, это... Вроде в прошлый раз столько пупенков было этих огурцов. А нифига. Или оборвали кто залез. Или не знаю. Сейчас пойду еще получше. Посмотрю. Я так с краю посмотрела. Надо там пройти, где были. Вот. Потому что я уже думала. Прям будем огурцы каждый день есть. А так вот сорвала. Свеженьких поели. Салатик сделала. И это, как его? Малосолила. Ну, вкусненькие были. Мне с картошечкой прям так понравились. Ладно. Все. Поедем домой сейчас. Чайку попьем. Чайку попьем. Там есть перец. Цицак. Я не знаю. Может сорвать его, попробовать. Приготовить что-нибудь с него. Ладно. Короче. Пусть растет. Пусть пока растет. Это самое. Спеет. Краснеет. Он же должен еще покраснеть. Вот. А не такой изумрудный. А может он изумрудным должен быть. Не знаю. Короче. Разберемся. Все. Пойду чайку попью. Нарву лук и укропом. И домой. Главное мне не забыть свеклу и картошку. А то без борща. Ну, вот борщ без картошки вообще никак. Вот. Ну, никак. Можно, конечно, приготовить борщ с рисом. Я делала капуста, рис без картошки. Тоже нормально получается. Ну, видите. Я готовлю со свекольной ботвы. Свекольника. Я ни разу не пробовала в него рис добавлять. Надо как-нибудь попробовать. Ладно. Все. Я чай пить. Рвать лучок. И домой. Борщ варить. И вареники отваривать. А на ужин у меня вот такие варенички и салатик с огурцов. Вареники домашние, короче, я нашла. Мы уже начали тут есть. Потом вспомнила, что надо вам заснять. Вы знаете, кстати, вареники с картошкой и вот салат из огурцов. Ну, тут лук, укроп еще. И знаете, так вкусно вообще. Обалдеть. Поэтому. Поэтому, кто не ел вареники с картошкой и с салатом из огурцов свеженьких, попробуйте. Это просто бесподобная еда. Ну, что. Поужинать я поужинала. Короче, про огурцы. Я тоже зашла, ну, как на дачу. Зашла сразу. Раз в огурцы. Думаю, да ё-моё, столько было этих опупинков в прошлый раз и нету. А потом полезла, листья раздвинула. Нашла. Не очень много, но нашла. Короче. Вы знаете, я даже не представляла, что вареники с картошкой и огурцы. Вот салат из огурцов. Ну, там огурцы, лук, это укроп. И зеленый. И майонез. Немножко. Вы знаете, такая вкуснятина. Вообще обалдеть. Прикуску. Я вообще в шоке. Такая вкуснота. Короче. Чай. Чай с вареньем. Яблочное варенье. Прошлый год все варила. Это мы едоки такие. Как говорится, это у нас только на камеру. Варенье поесть. Поэтому. Не боль-то мы его едим. Ну, надо с чем-то рот занять. Вы не ешьте на камеру, лавка. Вы как дурочка на эту. Девочки. Ну, вот когда я ем, иногда, когда мне нечего сказать, я кладу что-нибудь в ротику. И пока, пока я жую, у меня мозги крутятся. Слова складываются. Поймать надо. Прикиньте, мне сегодня опять эти звонили. С этого, якобы, как его, с мегафона. Договор надо перезаключить. Ну, да. Хотела, знаете, поболтать с ними. Перешла на свой Владимирский разговорок. Говорок. Это, говорю, ну, конечно. Зачем менять то? Договор то непонятно. Для чьей войдет надо-то? Она взяла дурочка и отключилась. Ну, какая-то, видимо, новенькая вот тренируется. А звонок был, высветила Станзания. Прикиньте. Мегафон Станзания. Прошлый раз тоже откуда-то было. Ну, я уж чуть не помню. То есть, Корее. Короче. Задолбали они эти мошенники. Короче, мы поужинали. Начала за здравие, как всегда, закончила за упокой. Поужинали мы. Своего я отправила по направлению. По какому направлению? Это направление называется работа. Пусть идет работает. У меня все хорошо. Показала. Не сильно чистый стакан. Ой, извиняйте. Я из него третий раз сегодня пью. Сполоснула, налила. Сполоснула, налила. Мочалкой не терла. Каждый раз. Просто так. Водичкой, а. Что-то на жаричка опять установилась. Мы сегодня вот это вот на даче были, когда. Что-то жарковато было. Но жарковато. Завтра мы утром придется с работы. Поедем, наверное, на дачу. Там яблоко нападало. Наверное, яблоко насобираю. И это. Сушить буду. А что? На зиму. Компотик. Закинул, сварил. Мы в прошлом году варили. Просто закинем. Без сахара, без всего. Закинем. Такая вкусняшка. Такая слегка кисла. Ну, сладкая сказать, кисло-сладкая. Конечно, с натягом сладкая. Но такая приятная жидкость получается. Под названием яблочный компот. Хорошо. Так. Проблемы? Да, есть у меня проблемы. Появилась тут одна проблема. Ну, девочки, все проблемы у нас решаемы. Вот. Говорить я не буду про нее ничего. Просто скажу, что есть одна проблема. Потому что вдруг, если чего-то. Это. Чтобы вы были в курсе. Потом. Скажу, я же вам говорила. А кто-то там сказал. Она же худеет. Девчата, я худела. Год назад. И то я не худела. А просто говорила, что не надо мне говорить. Это можно есть. Это нельзя. Это вредно. Год мне написал. Это вкусно, но это очень вредно. Вот кому вредно, тот не ешьте. У нас сейчас все вредно. Вот чего не возьмись. У нас даже воздухом дышать, и то вредно. Посмотрите, каким воздухом дышим. Есть у нас уже все сейчас вредно. Раньше этот майонез мы найти не могли. Бер, никто даже не задумал, что вредно это, или еще что-то. Покупали, потому что это вкусно. Вот. Ну, конечно. Не ели, как сейчас сидят. Но я столько не ем. Знаете, каждый день майонезу не накладываю на вот такой шмат на это самое, на булку хлеба. А, как это говорится, вот днем за днем было не сыскать. Мы так вот в Москву ездили, покупали. Там когда-нибудь, когда у нас что выкинут, по блату где-то все что-то доставали. Не было в таком огромном количестве вот этих майонезов. Сейчас зайдешь, там вот так вот стеллаж с майонезами. Вот. Ну да, в салат там куда-то. Это никто никогда ни о чем не задумывался. Можно этот майонез съесть, нельзя. Это, да, это было вкуснее сметаны. И если покупали там на салат, то это... Сейчас расскажу вам прикол. Мы после девятого класса, у нас какой-то турпоход, турус был, в общем, короче. Выходили мы куда-то в турпоход. И все девятые классы... Ой, не все девятые. Короче, все классы. Начиная с седьмого. Подождите. Или в каком это мы... Короче, я не помню, в каком это классе было. Но я знаю, что мы выходили в этот турпоход. И там надо было и спортивное ориентирование, и топография. Вот это на месте карту мы там составляли. И спортивные какие-то соревнования, и там разжигание костра, установка палатки, приготовление обеда. И вот, ну, обед надо было заранее согласовать, что готовить. И там, в общем-то, приготовить надо было... Мы готовили там что-то салат. Я не помню, что мы там на первое готовили. Суп, наверное, какой-то. Я уже даже не знаю. Я знаю, что на второе было. Картошка с тушенкой. Вот это я навсегда запомнила. На костре еще. Угу. Обожаю вот такой вот. Я знаю, что и мама дома готовила, но на костре это было просто изумительно. Ну, и тушенка, девчата. Вот, конечно, не та, которая сейчас продается в магазин. Потому что купишь ее и есть не нельзя. А была вот именно тушеночка, так тушеночка. Китайская стена, или как она... Черные вот эти банки, знаете, большие же стены. Китайская стена, Великая Китайская стена. Или как она там называлась, я уже не помню. Но вкусная такая тушенка была. Я не знаю, сколько там было. Или литр, или может 800. Наверное, литровые они были. Они прям большие. Банки-то были же стены, черные. Китайская стена. Вот. Ну, я не знаю, какую там закладывали в картошку. Но знаю, что вот эта вот тушенка была вкусная из Китая. Китайская. Вот. А потом там какие-то рамсы наступили у нас с Китаем. И, в общем, поставок этих тушенки нет. А сейчас я и не знаю. Сейчас, наверное, тоже нет. Но я ее потом уже и не встречала, короче. Потом у нас свои тушенки всякие завались. Короче. Вот те вот, которые капиталисты в стране из трех пухов научили нас жить. Готовить не тушенку не из мяса, а из-за всякой хрени. Вот. Вот это вот нас научили четко. И мы сейчас все куда-то стремимся, чтобы вот эта вот фигню всякую есть. Короче. Начала, как всегда, за здравие. Я закончу за упокой. Короче. Вот там была вот эта картошка, толченка. Пюре. Пюре. Картофельное пюре с тушенкой. Это вкуснятина. Ну, и салат готовили. Ну, и сказали, вот салат, ты давайте, я говорю, со сметанкой. Кто-то говорит, да, ну, лучше с майонезом. Я говорю, а я не люблю майонез. Я его никогда не ела. Потому что, ну, я не знаю, его надо было по блату где-то доставать. А мы простые люди были. По блату ничего не доставали. Вот. И ели в основном, ну, со сметаной вот этот вот салат. Типа оливье. Ну, оливье, наверное, это и было. И, короче. А мы где-то были на каких-то там соревнованиях. И, короче, мы задержались. Приходим. И нам говорят, вот обедте, посадитесь, обедайте. И положили мне это, как его, салат этот. Я ем. Говорю, со сметаной. А кто-то мне там, что-то, кто-то попытался что-то сказать. Я сначала это не обнаружила, ну, как сказать, мимо ушей пропустила. А потом уже до меня это дошло. Потом. Вот. А учительница наша, говорит, что-то цикнула так, это самое. Я говорю, что такое, что такое. Ну, это салат вкусный. Я говорю, вкусный. У полу ролла за обе щеки его. А оказывается, он был с майонезом мне потом уже сказал. Прикиньте. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Поэтому, девочки, не надо мне писать. То вредно, это не ешьте. Господи, мне седьмой десяток, девочки. Ну, чё я себя буду в каком-то вот... Ну, захотела я вот салат с майонезом, поела. Захотела я картошечки с сальцом, поела. Ну, чё я себя уже под старость лет буду в чём-то ограничивать. Господи, мне тут осталось-то. Всего ничего. Тридцать с хвостиком. А там как бог пошлёт. Поэтому, последние тридцать с лишним лет хоть поесть нормально. А то вечно себя ограничиваешь. Сладкое нельзя. Варенье нельзя. Майонез нельзя. Колбасу. У нас вообще ничего нельзя. Ну, как куда ни кинься. Это нельзя, то нельзя. Бананы нельзя. Фрукты нельзя. Этот арбуз нельзя. Там много сахара. Это нельзя, то нельзя. Ёптель-моптель, а чё есть-то? Одну морковку, что ли? Одну морковку? Да иди тебе нафиг. Я ж не это. Я чё, коза, что ли? Девчонка-то. Я не коза, я чё коза. Я, гад, не хочу эту траву. Это полезно. Ну, я же, гад, не коза. Ну, я так же не коза. Всё. Напилась я чаю. Прям помолодела. Чаю напилась, прям помолодела. Ладно. Всех люблю, целую и обнимаю. Кто-то сказал, где-то я ещё не встретила видео. Ой, вам все говорят, я вас всех люблю. Такого быть не может, чтоб человек любил всех. Я люблю всех своих подписчиков. Я же сказала, что всех. И тех, которые любят меня, конечно же. А те, которые мне пишут гадостей, хейтеры. Ну, я их, как сказать, я не скажу, что я их ненавижу, что я их не люблю. Ну, как сказать. У них просто жалко. Ну, пусть пишут. Им же вот, это же они, вот, как сказать, своё нутро пишут. Вот то, что у них вот болит в душе внутри, то они и пишут. Поэтому пусть пишут. А смотрю, там некоторые девчата, ну, спасибо, защищают меня прям. Молодцы девчата, прям вот молодцы. Я иногда, знаете, отвечаю иногда, просто мимо ушей пропускаю. Думаю, ну, люди всякие бывают, кто и знает. Может, человек вот это самое. Я сегодня, знаете, что, работала, работала на работе, работала, работала. И уже там, знаете, ну, уже попорщалась с человеком, который позвонил. Она мне и говорит. Иди ты на три буквы, которые означают половой член. Овца тупорылая. Иди ты на овца тупорылая. Ну, думаю, ей, наверное, легче от этого стало. Она меня всё равно не знает. Ну, ладно. Ей-то полегчало. Главное, вот она пару выпустила, ей легче стало. Думаю, ну, ладно. Это тоже положительный момент моей работы. Так что, так что так. Я сначала вроде так вот... А, нет, ладно, не буду я говорить. Ну, как бы сказать, я после этих слов что-то так подумала. Думаю, господи, ну, люди вот выражают свои эмоции, да. Выражают как бы там, ну, свой негатив, там, чего-то, да, например. А с другой стороны, я так вот подумала-подумала. Я потом что-то следующее, знаете, у меня так спокойно пошло. Всё пошло так спокойно. Думаю, ну, ладно. Как-то я вот стала близко к сердцу принимать всё это. Думаю, ну, ладно, что-то, ну, здесь же проблемы. И они таким образом вот на меня пар свой выпускают. И мне как-то, знаете, прям так легко стало работаться. И сегодня я так прям спокойно доработала. Работала спокойно-спокойно, прям вот. Вот, так что иногда, когда вот такие моменты встречаются, иногда думаешь, ну, это ж вот, ну, человек как бы выплеснул. Ему легче стало. А с другой стороны, и я вроде так успокоилась. И мне вроде как бы радостно, что, ну, как сказать. Ну, человек-то полегчало. Ой, ладно, девчат, сейчас я опять силосовствовать начну. Ну, их нафиг всех. Всё, вас-то я точно всех люблю, целую и обнимаю. Пока. Девчули, красотули, мальчуганы, фулиганы. Пока. Говядинка варится. Борщок будет, борщок на тихом кипении. Пусть варится. Говядина варится долго, чтобы она мягенькая была, от косточка ступала. Пусть дольше варится. Будет свекольник-свекольник. Со своих домашних овощей. Не, лук-морковка магазинные.